Всем привет! Неподготовленное спонтанное интервью с Екатериной Зайцевой в клубе поля реформа после тренировки. Катя прилетела у нас сегодня ночью с Arnold Classic на эту тему подписчики просили все рассказать, все разузнать. С этого мы и начнем с конца. Расскажи, как ты выступила на Arnold Classic? Я выступила хорошо. Я довольна своим выступлением, честно говоря. Я попала в пятерку сильнейших стронгвумен в мире. Никто пока не добивался такого результата. Где-то было привзятое судейство, но это ожидаемо. Где-то сказалось волнение, но в целом я довольна своим выступлением. Главное без травм, потому что было то же самое упражнение, прогулка фермера. И как бы волнение тоже присутствовало, потому что... Самое упражнение, ты имеешь в виду прошлый год Arnold Classic когда травмировался. Да, да. И волнение дико присутствовало на этом упражнении. Присутствовал страх, что не дай бог опять что-то произойдет, но все прошло замечательно. Я довольна. Давай подробно. Первый день соревнований, ты говоришь предвзятое судейство. Все это признают, к слову, не то что обиженные спортсмены пришли и пытаются всегда объяснить. Не, но я вообще в принципе не обижаюсь на судейство. Но в этот раз... Судья всегда прав, но в этот раз никто не понял, почему судья поступил так. И, к сожалению, нет этого видео, где я тяну становую тягу. Оно, может быть, было только в прямом эфире или снято где-то в сторисах. Расскажи, что это за движение было. Это было упражнение, второе упражнение. Первое было бревно, второе было становая тяга эстафета. Сначала ты тянешь, дается минута времени, ты тянешь аксель 160 килограмм на три. Аксель это толстый гриф, кто не знает. 160 килограмм на три раза и за оставшееся время ты бежишь к грифу, и там стоит 170 килограмм, по-моему, и ты тянешь на максимум раз уже, сколько... Обычную штангу. Сколько успеешь, да. Я потянула три раза аксель, уже отмоталась бегу к грифу, и уже почти приматываясь к грифу, судья встает, говорит, ноу-ноу-ноу, и показывает, иди переделывай. Делывай это три раза. В итоге аксель потянула на шесть раз и гриф на семь раз. Вот это и сыграло. 13 раз посчитали тебе 10. 10, да. Это и сыграло так не очень приятную... Украли несколько очков. Да, украли несколько очков, и в итоге прошли... Канадка выиграла, и второй, третий, четвертый. Американки, в принципе, их и тащили туда. Ну да. В конце, в финале, в полуфинале все это решилось, из-за этих очков, конечно. Но осталось довольно повторим, потому что это впервые этот результат. К слову сказать, абсолютно не принижая ничьих заслуг. У Кати была в ее весовой девушка тоже из России, спортсменка, которая до этого, в прошлом году, выиграла Арнольд Классик в Испании. Она заняла 17 место из 23 участниц. Да, 23 или 25. Я так и что-то не пойму, сколько нас было. Да. Но на позитиве вся команда, в принципе, хорошо выступила, да? Да, вся хорошо команда выступила в ПРО. Ой, в ПРО Миша занял шестое место Шевляков. Причем он травмировался в первый же день, не дойдя, по-моему, даже до разминочной зоны. Там так неровно оборудование стояло. Он подвернул сильно ногу, там, разрыв или что. Я врать не буду, я подробности... Там на фотографиях видно, там опухоль. Да, посмотрите фотографии, но он красавчик, сделал все упражнения, причем даже некоторые упражнения он в тройке был, ему дать должное. И мальчики в тяжах заняли первое, второе место. Это один тренируется под руководством Василия Грищенко, Евгений Марков, и Дмитрий Скосырский тренируется под руководством Миши Шевлякова. И Лейла выступил. И Лейла. И вся команда, значит, как бы выступила удачно. Что там за случай смешной был? Ты что-то рассказывала, я краем уху услышал про Арнольда. Я поздно подошел. Там есть фотография, где он тебе протягивает руку. Ну, это после упражнения становая тяга. Он как раз пришел, когда я тянула. Я его не видела на площадке, потому что, ну, естественно, я как бы... Тебе было не до этого. Не до этого мне было, да. И когда я уже потянула, все, у меня эмоции зашкаливают. Я бегу к Славе, к Максюту, к тренеру, который тренировал меня в Саратове, сделал мне, организовал все сборы. Большое спасибо ему. И бегу и рассказываю в эмоциях, там, чуть ли не матеряясь. И он мне, ладно, ладно, Катя, тихо-тихо. Я смотрю, толпа что-то кучкуется, что-то там делают. Ну, и все, в сторонку отошла. И мимо Арнольд проходит, протягивает мне руку. И я отворачиваюсь. Думаю, ну, что за мужчина мне руки там протягивает? Я просто его не узнала. И когда до меня дошло, я к Славе поворачиваюсь, Слава на меня смотрит. Я говорю, это был Арнольд? Он такой, вообще-то да. Ну, естественно, я побежала извиняться к нему, excuse me, он поулыбался. Ну, там все улыбались, по-моему. Потому что никто не отворачивался еще. Ну, бывает. Ну, ты поправила корону, когда подбежала? Конечно. Я сняла ее. Ну, хорошо. Значит, турнир прошел. Перед этим у нас там были предложения по боям без правил. Мы отказались. И не можешь ты пока продолжать. Или ты будешь продолжать? Планы. Потому что многие очень спрашивают, спрашивают, битва за хайп. Чем закончится? Планов пока нету, потому что все в подвешенном состоянии. Если мне предложат, у меня не будет стартов. Да, возможно, я соглашусь. И смотря, кто будет соперница. Все зависит от самочувствия, от настроя, от соперницы также. И от призовых. И от призовых это уже, естественно, будет зависеть. Вот. И, конечно, все зависит от моих стартов. Если сейчас что-то будет решаться по стронгам, и по спонсорской помощи, и по стартам вообще дальнейшим, конечно, я в битву за хайп не пойду. Я не сделаю в битву за хайп своей главной целью и акцент на нее. Я уйду в стронге. И пожиму. Только сейчас трястись, камера будет у нас. Расскажи о планах. Там какие-то же грандиозные, в принципе, планы. Да, планов грандиозных нет. Это все пока разговоры. Ну, нет. Это... Да, нет, Андрей, это вообще как бы не... В планах даже сказать пока... Это не планы. Это так. Короче, фиги в кулаках, в карманах держать. Да, пока все это... Даже об этом говорить не стоит, потому что, ну, это все пока как мыльный пузырь в воздухе. И, в общем, мы пока в пауэрлифтинге. Ну, да. В жиме лежа. Ну, да. Готовимся к соревнованиям. На весну или на Оренбург? Русская весна и Катеринбург. Ну, я точно туда поеду, Катя. Будет зависеть от планов, о которых мы только что говорили. Мы боимся сгласиться. А потом будет Оренбург, разлом уральский. Потом будет Челябинск-Гуляев. Потом будут обязательно Сочи. Катю уже ждут в Сочи, и туда мы точно едем. В Сочи, да. Если все предыдущие... И если так же все сложится и что-то не подвернется, то Сочи это стопроцентный вариант, потому что я уже и сижу, билеты смотрю и гостиницу, как бы в Сочи, да, в Сочи еду. И Суздаль. А, ну Суздаль это безусловно. Суздаль мы вообще не можем пропустить в принципе. Потому что это и отбор на Олимпию, и память Екатерины Пузыренко. Да, это шлем нашей команды. Обязательно турнир, где мы должны присутствовать. А Олимпия у нас все-таки из планов не выпадает. Мистер Олимпия, я имею в виду, турнир в Лас-Вегасе в сентябре. Четыре года подряд ты его выигрывала с абсолюткой. Ну, это тоже так же будет все зависит от дальнейших выступлений. Что может быть круче Мистер Олимпия? Примерно на те же даты выпадает Стронгий в Испании или в Барселоне, где там. Это то же самое. А что, не это? Это важнее? Ну, я думаю, что да. Сентябрь? Ты сжиралась? Нет, ну просто Олимпия, да, крутой турнир. Но, как бы, я четыре года подряд выигрывала его. Здесь я вообще еще ничего не выигрывала. И хочется, хочется эту победу. Но это ничего не выигрывало. Мы с тобой были в Перми в середине ноября. Практически ты не готовилась. У тебя было между двумя боями силовой экстрим, чемпионат России. Ну, и не я. Ну, это Россия. Я хочу сказать, ты выиграла очень легко. Ну, я к тому, что вот эти вот турниры Арнольд, вот, с теми сильными девушками, которые именно там. Там они просто звери. И поэтому он хочется там. Ты объективно, вот, ну, если мы оставим необъективное судейство, объективно призовая тройка была сильнее тебя? Наверное, классика. Ну, я бы поборолась. Да, в каких-то упражнениях в той же гантели. Они толчок одной рукой, сколько, 50 килограмм гантеля, касаясь пола, закидывая, толкая. С толстой ручкой. С толстой ручкой. Девочка сделала на 10 раз. Да, естественно, я не знаю, смогла бы я сделать или нет. Но, зная свой характер, я хотя бы, ну, 5-7 раз бы я сделала. А второе упражнение, это было тяга саней в положении сидя. Оно вообще очень такое своеобразное, потому что дотянули, по-моему, 2 финалистки. 2 не дотянули. А мы в этом году вообще к нему не готовились? Мы в прошлом году готовились к саням? Ну, потому что никто и не знал это секретное упражнение. Никто и не готовился. Ну, кроме американок, наверное. Еще, наверное, надо быть честной, что в этом году ты особо так не готовилась на Арнольд Классик, если не брать эти 3 недели сборов, которые Слава Максюта, спасибо, Слава, организовал. По большому счету у нас распыленное было все. 5 тренировок в неделю. Ну. День бокса, день борьбы, день жима, день стронгов. Ну, как бы, да. День кардио. Это низко. Ну, да. Это было тоже. То есть, не заточенное было все под стронги. Но, в принципе, в мыслях как бы есть, да? Да. Не заточенный, как бы волнение присутствует дико, потому что мало стартов. Их вообще нет. Их вообще нет, в принципе. У тебя в прошлом году был Арнольд Классик неудачно и Пермь, Россия. Да, и все. Но это очень мало для таких упражнений. Сложных, технически. Для технически сложных замечать все нюансы судья. То есть, в жиме намного проще. Лег, услышал команды, пожал, стойкий и все. Там, то есть, ты смотришь просто на судью. Нет, в жиме легче. В жиме ты профессионал. Легче, я говорю, легче именно по командам. У тебя две команды. Жим стойки, то есть, услышать их просто. То там ты вообще взгляд прикован к этому судьи. Потому что он может паузу тебе держать и такую, и может вообще не держать паузу. И он тебе не говорит, он тебе именно машет. То есть, просто руки. Ты должен за движениями руки его следить. Все. Но он слух не произносит толком ничего. Поэтому намного сложнее улавливать взглядом, чем слышать. Со сборов много подчеркнула? Со сборов, да, конечно, много. Это, во-первых, Слава поменяла мне всю технику во всех упражнениях. В бревне, в йоге, в колодце. То есть, я знаю некоторые нюансы, некоторые фишечки, так сказать, которые... Профессионалы только знают. Ну, да, и профессионалы не облегчают, но помогают, так сказать, выполнить это упражнение с меньшей потраченной силой. Поэтому, да, я довольна сборами. Безумно все было круто там. И, блин, Слав, спасибо тебе большое. Только слова благодарности ему хочется говорить. Теперь, по Арнольду, еще такой вопрос. Все-таки я много лет туда ездил, и ты уже второй раз там была. Первый раз, ну, не мне кажется, а точно первый раз, лет за 30, наверное, я точно не скажу даты. Но при мне было что-то там 25. Наверное, лет 30 сейчас Арнольд Классик. Первый раз такая лажа получилась с коронавирусом. В общем, 200 тысяч туристов, 200 тысяч зрителей не приехали на этот турнир, потому что запретили экспо совершенно. Ну, да, за два дня на страничках, на официальных группах у Арнольда было написано, что выставка отменяется. Когда вы уже в самолете, когда вы в аэропорту. Да, выставка отменяется, но все соревнования силовые, все оставляются. То есть, там был пауэрлифтинг, стронги, бодибилдинг выступали, масс-рестлинг, ну, и еще фехтование, но это очень мало. В принципе, основная часть соревнований была отменена, где много присутствует детей, инвалидов. То есть, ну, отменили эти старты. И в саму выставку, в принципе, не было ни продаж, ничего, в принципе, не было. А заведели какие-то были? Зрители были, да, и, безусловно, кто приехал, конечно, зрители были. Ну, а тебе понравилось больше в этом году или в том, когда было битком? Двояко. Мне понравилось, что было, есть где подышать, было есть где погулять, просто отдохнуть, отвлечься от всего. Да, между подходами. Ну, и в том году тоже клево было движуха, все, подарки, еда интересные, какие-то там штучки всякие разные продают. Ну, то есть, ну, двояко. Ну, в этом плане было проще, потому что Арнольд был вообще в доступе для всех, грубо говоря. То есть, когда народ там его вообще не подойти и никто его не видел, то тут он спокойно передвигался. И, конечно, фотографировать и снимать было его намного проще. Ну, и для зрителей это самое главное. И поставили огромные телевизоры, кстати, в том году не было больших телевизоров, в этом году поставили огромные телевизоры, чтобы зрители по площадке, ну, именно стронгов, не бегали, не передвигались, а все смотрели на телевизоре. Это было удобно очень. Ты стронгов смотрела вообще профессионалов на главной сцене? На главной сцене нет, не смотрела, финал не смотрела. Ты на них смотрела в отеле и даже не сфотографировалась? Ну, бывает и такое. Чего ты с ними должна? Пусть они с тобой фотографируются. Мимо Тора прошла, говорит, да не буду, я же в прошлом году фотографирую. Ну, у меня есть в прошлом году фотография. Вот я хотела с Келешковским, а мне не получилось. Это тот, который чуть-чуть его не обошел? Да, на втором месте занял. Два очка? Да. Невероятно, я думал, что такого невозможно, что Тора обойти невозможно. Да не, он вообще машина просто. Мне казалось, что он всегда поднимает столько, сколько нужно, а не сколько можно. А в этот раз как так получилось, что прямо в притирочку? Он даже какие-то упражнения проигрывал, по-моему, да? Да, сколько? Первый день. Два, два, что ли, упражнений? Или три прыгала? Я врать не буду, но проигрывал упражнения. Ну, тот просто вообще машина, зверь какой-то. Я не знаю. Нет. Он без родственника? В прошлый раз он же привозил что-то. Тор? Да, папу, дедю, брату. Не, не, все были, все, но он всегда со всеми ездил. И они вышли его? Да. И папу, и брат? Папа, и дедушка. А, это дедушка, точно. И они еще, а у него сколько рост? Не знаю, мне кажется, два с чем-нибудь. Ну, два с чем-то, сильно с чем-то. Гугл помощь. Да, хорошо, мы погуглим потом и вставим потом. Ну вот, все, меня просили записать, чтобы Катя рассказала о своих впечатлениях. Мы не считаем, что прям, вернее, мы уверены, что это удача огромная. Все Катю поздравляют с пятым местом. Но останавливаться мы на этом не будем. Не будем. Будем продолжать. Будем продолжать. Мы не поняли еще в каком направлении, но продолжать будем. Может в битве за хайп, может в жиме, может в пауэрлифтинге. Посмотрим. То есть, стромнее. Ну да. Стромнее. Что будут предлагать, и оттуда уже будем двигаться. Потому что все-таки, честно говоря, бои – это не мой основной вид спорта. Это вообще не творится. Это вообще не вид спорта для меня. Это так. Развлечения. Ну, развлечения, хайп, заработок. Заработок небольшой, да. Ну да, потому что, когда предлагают… А всем остальным-то вообще не платят. Ну да, потому что… А всем остальным приходится искать деньги еще. Да. Тут даже… Все спрашивают на Олимпии, сколько у тебя призовые. На Олимпии их нет. Нет призовых на Олимпии. Есть, бывает, бывают какие-то за абсолютку деньги дают, но это буквально 100 долларов. И это… С товаром взять. В магазине Инзерт 300. Это было в 16-м году. Сейчас даже таких денег не дают. Максимум 100 долларов. Так что все. А тут мы еще выпендрием. Зачем нам? Да не будем мы за копейки биться. Поднимайте нам. Поэтому нету никаких призовых, так же, как нет и на Арнольд Классик. В любителях нет призовых, призовые только в продивизионе. Поэтому все бьются. А там не секрет, там же все в интернете есть. Ну да, да. И я не помню, но мне кажется, за первое место 30 тысяч долларов дают. Это же все в доступе, все написано, все призовые. У билдеров не знаю сколько, может еще больше. Ну, хорошо, наверное, достаточно. Всем привет. Всем пока, наверное. Всем привет, всем пока. Это была реформа. Это были мы. Всем пока. Валерий Зайцева. Валерий Зайцева. Валерий Зайцева. Валерий Зайцева. Валерий Зайцева. Валерий Зайцева.